ребят всем привет меня зовут владимир белов вы на канале деревня окунева сейчас сначала выйдем в огород покажу сено а потом вернемся к трактору и поговорим на очень интересную тему для вас она будет очень полезно и интересная вот так не переключайтесь вышел вышел я в огород вот такой вид имеет в данный момент огород и стога и сено отсюда даю телятам с этого стога со свежего это здесь третьегоднее сено заканчивается оденок кормлю скотина ест есть отходы нормально кое-что плохое еще так сейчас еще буду чё делать я хорошие сено хорошие сено завершено я чё хочу сказать ничего ему не будет ну пролила мало мало где-то чё-то не страшно это вот все стога этого года это вот у нас по за прошлогодний сток сейчас я вот с вами поговорю заведу трактор и буду его подтаскивать снимать наверно может быть буду можно будет не знаю посмотрим телега стоит моя птс к стоит это это как и звать так что все это все это платформа сеновозная снимаю на sony as sony 625 камеру тестирую ее я почему сейчас в данный момент не снимаю потому что тестирую и это будет еще один подкаст звук хороший должен быть потому что здесь микрофон петличный связался я с одним человеком это касается видеокамеры sony он мне посоветовал вот так 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 сделать написал я обратился в компанию sony в представительство sony я написал письмо в компанию sony в японию напрямую нашел там штаб-квартиру и написал в московский офис представительства в россии sony вот мою проблему с видеокамерой это рассматривают так что вот вот так вот еще раз повторюсь то что сейчас вот буду заведу трактор подтащил он тот сток подтащу его сюда до кормим и тогда поедем будем кормить вот эти свежие стога урожая это вот так вот так почему так подробно а для вас специально подробно сейчас выйдем и поговорим там все знают что это такое это шприц сюда накладывается селидол селидол раньше накладывался сейчас селидола нету я накладываю литол 24 все знают как пользоваться им все знают почему я это беру на днях в интернете проскочил ролик где молодой человеку кстати сейчас я его вставлю начинай это он забивает шприц наху с литолом так сколько ты работаешь уже месяца два человек работает еще месяц осталось испытательного срока как вы думаете пройдет он испытательный срок или нет как ты думаешь ты пройдешь да вот да да вот вещь вот он подсказывает до открути откручу да да это надо открутить блять что давай ты попробуй забеешь приз полный на день туда палочка дана ткань ахуеть поближе давай 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 чудо я пиздец ахуею на вот как жить дальше блять нормально два один сейчас весь шприц разберет блять другой пытается письку засунуть куда-то туда на ребята все я просто я даже не встаю чтобы не упасть блять просто встаю чтобы не упасть где где молодой человек не может никак набить шприц набить следов смазку пластичную в этот ролик так снимаю на видеокамеру на эту 625 sony подкаст так называемый как она будет снимать как смотреть фокусироваться сейчас я включил стабилизацию стандартную то те раза была она выключена сейчас она включена посмотрим стабилизируется как резкостью это работает дело в том что чё я хотел поговорить про трактор этот несколько некоторое время назад день два три одолели хейтеры хейтеры пишут я думаю один или два человека под разными никами но почерк написания у всех один и тот же уважаемые мои зрители даже хейтеры и те кто пишет там гневные злобные комментарии я чё хочу сказать да мы не идеальны и я сам не идеален почему почему я начал валить почему коснемся некоторых роликов моих последних почему я показал как надо валить деревья подробно ко мне обратился зимой еще и сейчас вот снова несколько дней тому назад написал человек молодой человек который я вот хочу я живу в деревне переехал с города в деревню вот покажите мне как это все дело валить подробно вызвали заготавливаете дрова сами покажите мне ну ягу слушай ну во первых я уже заготовил дрова у меня там ничего не осталось он ну вот хотя бы как вот это свалить как это хорошо у меня гру есть там записи я не буду ничего сокращать буду специально смотри возможно тебе там что-то понравится посмотришь он обратился к другим людям блогерам которые ему сказали плати 10 тысяч и мы тебе покажем это все мы тебе расскажем ребята ну это такой же человек как мы я не знаю ну мне кажется я такой сердобольный почему я вот так вот не сказал давай плати мне деньги и короче я ему все это дело показал объяснил он поблагодарил мне в личку написал спасибо большое мне там начали писать почему это горизонт завален сценарий какой-то ребята я не живу по сценарию я ролики не делаю по сценарию это может быть вы там кто-то делаете по сценарию я вот как есть заливаю воды заправляю трактор завожу еду делаю это все я показываю стараюсь показать что кому-то это молодым людям будет это интересно видно как что это делал выполнять а то что молодой человек не смог нашприцевать пластичную смазку забить это извините ребята это уже ваша недоработка вы кто-то я не знаю преподаватели не смогли донести до того человека практику теорию правильно как это все работать вот так вот вот и приходится спрашивают у меня у еще кого-то бывают такие вопросы они повторяются из раза в раз из ролика в ролик там покажите это покажите то ну ребят уж сколько можно раз показывать ну посмотрите поинтересуйтесь или вот был такой комментарий да я бы еще комментарий к лесу я бы этот тонкомеры пилить бы не стал да вот это во-первых молод это человек комментатор я 15 лет в деляне пилю в пили я всю жизнь живу в деревне у нас нету газа всю жизнь сначала деду помогал отцу сейчас сам пилю дрова заготавливаю показываю куда надо валить видеокамера она не передает ветер тот который есть почему и показываем туда надо туда туда во-первых как толстые дерево завалить гораздо легче чем тоненькое посмотрел подошел ага смотришь куда оно наклонено посмотрел куда ветер подпилил его правильно забил клинушек с другой стороны и валить себе спокойно оно уже идет своим весом его только как говорится направил и оно валится а вот это тоненькое вроде ты подошел ага сейчас я его пересилю буду валить допустим оно наклонено сюда я его пересилю палкой там буду толкать его туда ветер подул посильнее там что-то тем более оно тоненькое где-то сыграло и оно может крутануться и тут же и на тебя или на вальчика куда-то попасть вот так вот ребятки 15 лет 15 лет я валю там комментатором не написал ну вали дальше деляну когда нам выделяют деляну вот отрезали деляну говорят вот чтобы здесь ничего не осталось пустое место почему и мы пили сучки даже сжигаем почему кошка ходит почему мы все подряд и тоненькие и толстые все убираем что пустое место потом через годик-другой придет трактор с плугом с лесхоза спашет это все дело и посеют там сосенки и ел и саженцы короче вот этих всяких растений хвойных и не хвойных вот так вот вот ну и касающийся следующий вопрос комментарий было касающийся моего трактора тебе надо кабину сделать почему он грязный такой почему ты это ребята трактор работает и за дня в день из года в год он работает выполняет работу ту которую на него я возлагаю да есть где-то грязные там где-то масло побежало где-то что-то у меня я не располагаю тем свободным временем может быть так как вы я сейчас пришел вот с обеда в клубе был там была работа у меня сейчас вот пришел Степан воду таскает сейчас воды натаскали напоили скотину сейчас вот трактор заведу надо будет сено подтащить надо будет съездить посмотреть какая дорога так что время на все не хватает вот почему ты его не покрасишь почему ты не это не купишь вот некоторые комментарии они даже немножко забавные забавные потому что люди ну к примеру еще такой вот вопрос комментарий был не у меня уже а там у Толяны Воронцова Анатолий 69 привет Анатолий зимой как-то он там выставил ролик когда съездил притащил несколько бревушек по зиме ему там пишут да я бы там кто-то пишет я бы эти бревы я бы больше бы нагрузил да я бы на тележке бы да что ты и мучаешься зимой это ребятки у человека деляна стоит в болоте не проехать не заехать зима настала промерзла он поехал за дровами вот так вот есть определенные причины почему человек выполняет ту работу по вашему мнению не тогда а сейчас вот и выполняет ее не так как вам интересно а так как ему удобно есть определенные причины и по каким-то по каким-то обстоятельствам вот и не показывается это все да потому что же кому-то это интересно кому-то не интересно вот ладно не буду затягивать видео оно и так получилось длинным ничего не хочу ребята сокращать монтажировать обрезать вот как есть так и есть я своя жизнь без монтажа как он у Юры Юра привет тебе с красноярского края сельская жизнь без масок и красок вот так вот все на этом всем пока жду ваши комментарии положительные и отрицательные под этим роликом так что и еще вот человек там напишет что ты мои комментарии удаляешь да не удаляя никакие комментарии ну бывает удаляю если они оскорбляют меня и моих близких вот я конечно удаляю эти комментарии а те которые какие-то там забавные я так их называю то что их удалять ну пускай другие читают что мне еще и там моя жизнь и так она вся напоказ вами выставлена и другие вот мои знакомые смотрят меня других блогеров говорят не 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 я бы так не смыли мы бы так не смогли показывать свою жизнь там же пишут такую ерунду как вы все это читаете как вы все это нормально я читаю все и смотрю это все пускай пишут язык человеческий без костей пускай что пишут другие люди посмотрят и выводы сделают как надо так делать или так конечно же вот эти гневные комментарии какие-то советы лучше конечно же человек бы дал бы ссылку на свой канал на свое какое-то видео сказал бы ты неправильно делаешь я вот живу здесь вот я делаю вот так вот так вот так вот так надо делать правильно а он же он просто написал там это ты такой такой сякой все и все солнышко вон вышло пойду все пока ребята пока да кстати интересно будет я даже не буду не улучшать ничего не звук должен быть хороший на данный в данный в данной съемке а вот стабилизацию посмотрим будет она плавать а может быть не будет плавать будет нормально вот вот как будет модная пускай будет модная вот ничего не буду улучшать вот так исправлять